сегодня я хотел продолжить тему интеллектуальной интуиции я просто обратился кату который отрицал возможности интеллектуальной интуиции он называл интеллектуальным созерцанием он читал что возможно только чувственное созерцание человеческие познавательные способности так устроено что человеку доступно к чувствам созерцания эти интеллектуальное созерцание или интеллектуальные интуиции то что в интуиции опять же просто иной перевода слов созерцание она недоступна но здесь в связи с кантом связи с тем что кант утверждает что интеллектуальная интуиция недоступна я считал что что этот тезис равносилен тому тезису, что любое понятие не является чистым у Канта. Действительно, что такое интеллектуальная интуиция? Интеллектуальная интуиция – это не что иное, как прямое усмотрение смысла. То есть, когда мы смотрим в мир и непосредственно усматриваем смысл. Это можно пояснить способом, каким раскладывается познание у Гусерли. У Гусерли есть наэма и наэзис. То есть, наэма – это тот непосредственный смысл, который познающий усматривает в опыте. И усматривает он с помощью наэзиса. Наэзиса – это мышель. Точно так же у Аристотеля. Каким образом у Аристотеля усматривается сущность или усматривается форма? Форма или сущность являются некими смыслами. И эти смыслы и сущности существуют в самом мире. И, собственно, наша познавательная способность, то есть способность мышления усматривает эти сущности и усматривает формы в самом мире. У Гегеля также. Гегель, правда, не говорит о интеллектуальной интуиции, потому что у него изначально то, что мы усматриваем в мире, то, что мышление может непосредственно в мире усматривать некие формы и сущности, Она связана с тем, что на самом деле изначально мир представляет собой отчуждением идеи, в мир внедрено движение духа, и мы просто когда усматриваем некоторые сущности, то есть некоторые смыслы самого мира, мы просто тем самым усматриваем само абсолютное, то есть мы тем самым усматриваем вот это вот духовное. То есть дух существует для духа, и мы его с помощью духа, с помощью мышления усматриваем духовное, то есть мыслимое. Но это мыслимое просто, оно существует в мире в силу изначального антологии, при которой абсолютная идея, в результате своего развития, оно отчердается в мир и проходит в мире в некий путь развития. И в человеке оно восстанавливает свое виденство, восстанавливает свое изначальное состояние этой логики. Потому что абсолютная идея о своей развернутости представляет собой то, что выражено в науке логики, в некоторую логику. Ну вот такое некоторое введение, да, в то, что можно было бы назвать интеллектуальную интуицию. Так вот, странно, что Кант с одной стороны отрицает возможность такую интеллектуальную интуицию, да, можно вот предпочитать, ну там, в нескольких местах, ну в частности, в трансцентальной эстетике он там упоминает об этом. Да, а с другой стороны, в него ведь, как оказывается, существуют эпирические понятия. В самом деле, как бы, у Канта существуют два вида понятия. Есть понятия априорные, есть апостериорные. Апостериорные, значит, произошедшие из опыта. Да, и вот я вот специально подготовил просто неожиданную цитату, да, вот, например, в критике чистого разума, в предисловии, вот, точнее, в введении, да, вот, указывается, рассматривается понятие тела, да. И указывается, что вот, что это понятие выведено из опыта. То есть получается, что, по крайней мере, в таком понятии, такое понятие, как тело, оно является эпирическим понятием, да, оно выведено из опыта. В том самом смысле выведено из опыта, в каком империсты высказывали свое понимание происхождения всех наших знаний, да, что империсты считают, что все наши знания произошли из опыта, И что все понятия, которыми мы эперируем, это не что иное, как некое обобщение, некое абстрагирование, полученное из опыта же. И Кант, на самом деле, начинает свое философство, не отталкивается от точки зрения Юма, на самом деле, вроде как соглашается с этой позицией, что есть определенное некоторое количество понятий, которые являются эперическими. Вот, в частности, такое понятие, как понятие тела. С другой стороны, Кант утверждает, что существуют также абриорные понятия, то есть не полученные из опыта, а по своему происхождению имеющие некий внутренний источник. Причем надо понимать, на самом деле, что когда мы говорим об эперических понятиях и о чистых понятиях, речь идет не о применении этих понятий, а о способе, о генезисе их получения. Потому что по применению эти понятия, все понятия являются объективными. И понятия, полученные из опыта, и понятия, имеющие внутренний источник, все они применяются к тому, чтобы получить то, что мы называем опытом. То есть те, они по применению являются объективными. Они являются субъективными только по своему происхождению. Вот у Канта понятия априорные, они субъективны только по своему происхождению, но объективны по своему применению. Вот это вот разница, некоторое есть различие и смысл. между тем, как понятие возникает, между тем, как понятие применяется. Так вот, я усматриваю в этом некое противоречие, допущение, с одной стороны, возможности эмпирических понятий, а с другой стороны, недопущение, то есть, категорическим отрицанием возможности интеллектуальной интуиции. Это противоречие... — Этеллектуальная интуиция — это что такое? — Это когда мы прямим образом усматриваем смысл. — В вещах. — В опыте, да, в вещах. — То есть, например, смысл этого горшка, да? — Да. Вот смотри, усматриваем смысл этого горшка. Может было бы считать, на самом деле, что ты производишь следующего рода работу, что на самом деле твое понятие... То есть, что такое смысл? Смысл — это, на самом деле, содержание понятия. Может было бы считать, что, на самом деле, ты сначала у тебя есть некая внутренняя идея или понятие. Ты его спроектировал в мир, да? И тем самым эта идея оформила то, что ты называешь горшком, и ты увидел этот горшок. — Ну, аэдетический подход, да. — Да, это первый подход. — У тебя есть эйдес некий, я его спроектировал на эйдес горшка, и спроектировал на конкретную чувственную реальность, и увидел горшок в этот самый. — Это первый. Да, это первый способ. — Не знаю, как это растение мы называем. — А второй способ, когда ты, на самом деле, у тебя, может быть, этого эйдеса и нет, когда ты некоторого рода процедуру усматриваешь в самом мире смысл. — Ну... — Прямое усмотрение. Не так получается, что усмотрение косвенно. То есть, сначала ты его спроектировал, смысл в мир, а потом уже усмотрел. А изначальное усматривание в мире смысла. — Да. — Изначально. — Что это тебе не нравится? — Как эйдес, как вид. — Изначально эйдес как вид. — А ты хочешь сказать, что ты не усматриваешь некий смысл? Ну, и как это на симметрике? — Нет, потому что эйдес может понимать как идею, а может понимать как понятие, а может понимать как некий чувственный образ. Вот изначально образ несет в себе смысл. То есть, ты усматриваешь эйдес непосредственно на то, что видишь, но этот эйдес не в тебе расположен, а он расположен в самом мире. Ты как бы... Просто мир, на самом деле, делится в своем существовании на чувственную составляющую и мысленную. — Ты увидел нечто и понимаешь, что это хорошо, да. Оно тебя на этим... — Нет, ну вот тут очень важно, на самом деле, понимать, что в мире существует вот эта... смысла... мысленная составляющая, да? Та составляющая, которую мы можем постигать только умом, да? То есть, только мыслью. Но есть нечто мы постигаемое. Не в том смысле мы постигаемое, чтобы сначала его спроектировать. — Нет, сказать, сказать-то ты что хочешь про Канта. Что у Канта первого нет или второго? — У Канта получается, что на самом деле есть эйпирические понятия. Это означает, что у него есть прямое усмотрение смысла. Как можно вывести эйпирическое понятие, если... — Правильно, я тоже так Канта понимаю. — Правильно. — Да, но тем не менее, как говоришь, у интеллектуальной интуиции невозможно. — Но у интеллектуальной интуиции по себе нечто другое. — Нет, не под интеллектуальной интуиции понимается как... Что такое интеллектуальная интуиция? Если перенести, по-другому можно перевести ее как интеллектуальное созерцание. Вот что такое созерцание? Когда мы нечто видим, да, прям усматриваем вот как ощущение. Вот прям усмотрение. — Надо смотреть опять за Кантом! Может быть, у интеллектуальное созерцание, это то, что ты интеллектуально созерцаешь. В смысле того, что я мыслю нечто, но не созерцаю это нечто. Аж число 2-же в него не созерцаю, я его просто мыслю. — Нет, это не созерцание, а интуиция. То есть не интуиция — предсказание. — В этом смысле у нас в touches. — Но интуиция, это тут имеется единственный смысл, как и созерцание. И у Кант Thena なку Канта нужно говорит, как у нас. Интуиция у него это созерцание. Да это созерцание. Просто прямое усмотрение смысла. Хотя, конечно, хотелось бы понять след за Вова, понять Канта, так как интуиция, это в нашем смысле. Интуиция, как бы, это предвидение чувств. Интеллектуальная интуиция. Тут с Кантом опять можно согласиться. Если мы так примем слово интуиция, как у нас это в языке, это принято в русском, то интуиция тоже как бы невозможна. Возможна только эмпирническая. Ну почему? Интуиция как раз у Канта возможна, в том смысле, что у него нет ни с ним. Ну он говорит, что невозможно, да? Да, он считает, что наша... Смотрите, как вот делит, он говорит, что наша чувственная способность это способность восприимчивости. Он считает, что понятие, да, то есть мысленная способность, она является способностью только мыслить, а как бы понятия как бы пусты. Они требуют для того, чтобы им быть содержательными созерцаниями. Понимаете? То есть у него не получается, что рассудок может созерцать. У него рассудок может только мыслить. Он существенным образом различает созерцание и рассудок. Тоже правильно, и это так. А интеллектуальная интуиция означает, что рассудок созерцает. Рассудок созерцающий должен быть. Давайте попытаемся изложить философию Канта. Как она происходит на самом деле? Философия Канта. Вот есть два противоположных подхода. Один приписывает Платон. Второй — Эдитический. Я прихожу в лес. У меня есть идея дерева. Я вижу конкретное дерево. А сему? То есть в данном случае реальности не существует? Всякая реальность — это отношение меня с самим собой. Если с самого начала, откуда метропсихоз Платоновский берется. Приписываемый Платон. Тем, что я какие-то идеальные сущности изначально знаю. А потом вижу конкретное дерево. Первое, которое я напоминаю — это Эйдос Дерево. Это же миф о пещере. Это то же самое. Нет, потому что я вижу конкретное дерево. Если вы видите конкретное дерево, значит это уже… Дерево с ним. Меня только тогда, если я знал, у меня есть доступ к Эйдосу как некой формальной вещи. Вот Платоновский подход такой. Вот такой Платоновский подход. Он же миф о пещере. Точно такая же. Эйдосы, тени на пещере и так далее. Это одно и то же. Второе — прописываемый типа Аристотелю. На самом деле, который полностью разделяет трансцендентальную философию, включая Канта. Он состоит в том, что Фомашара делает мейт-мейт. Что это значит? А ты мне неправильно Аристотель толкуешь? Хорошо. Не важно. Аристотель в кавычках. Ну, по крайней мере, трансцендентальную философию. А Аристотель не принадлежит трансцендентальную философию? Ну, я вот пытаюсь сегодня. А Аристотеля так и говорить. Ладно. Ну, вот Платон Аристотель. Тем не менее. У тебя форма шара делает мейт-мейт. То есть у тебя нечто принципиально инородное. Если, например, у Эйдоса Дерева и Дерева была однородность, то тут принципиально для тебя инородное. Встает и именно в этой самой форме, то есть в форме предметности предмета, то есть в форме шара или в форме пространственной протяженности, превращается медь в то, что она есть медь. Она может быть в форме самородка, она может быть еще в какой-то, она может быть в форме куба, но всегда форма некая изначальная. Шара делает мейт-мейт. У тебя форма принадлежит на стороне своем сознании. Тогда мы в этом самом акте восприятия различаем две из замечательных способностей. Мы видим, собственно, медь, которая в форме шара. Мы каким-то образом понимаем, что она у нас и презентирует форму шара, потому что форма у нас самостоятельно никаким образом не дана, хотя у Канта дана. Ну, по крайней мере, у Декарта и Кляточная не дана. И у нас есть как бы медь как некая материя, которая в этой штуке становится. Нельзя же сказать, что была какая-то медь, вот я ее так трогал, 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 а теперь я в нее шар снял. Нет, именно форма всегда становится, потому что пространство, как некая приорванная форма предметности, ее превращает в то, что она есть. Ну, какой тут еще есть очень забавный факт. Мы эту первую позицию зафиксировали. Кроме того, что у нас форма шара еще отличает, мы отличаем себе форму шара, как собственно медь вот эту, имеющую форму шару. Так как она представляет и то, что могло явиться перед сознанием в качестве своего примера. То есть форма шара, вот эта самая медь, является еще не помимо того, что она представляет материю форму и саму себя, но она еще представляет себя как пример саму себя. это то, что называется у Канта времени. Вот это различие примера и собственно формы является временем. И что тогда у тебя получается? Благодаря форме времени у тебя оказывается, что форма шара становится мыслимой для самого сознания тем способом, что она отличает себя от своего примера. То есть медь от примера медь. Вот у тебя всегда дана одна и та же медь, и одновременно она пример. И что у нас получается? У нас получается, что медь оказывается наряду с этим мысленно и представляет себя как некое простое эмпирическое понятие. Вот так я понимаю Кантускую ситуацию. То есть форма шара делает медь менью, то есть априорная форма предметности превращает медь в медь и никак иначе. Мы все что делаем мыслями в предметной форме, то есть в форме протяженного. Но с другой стороны, благодаря времени есть некая данность для себя. То есть медь отличается от того, что могло бы явиться в качестве примера при самом себе. И вот этот факт и позволяет нам мыслить, получается согласно трансцендентальной философии, позволяет нам мыслить вот этот аквариум, цветок и что-либо еще в качестве некоторых понятий чистых. Не чистых, а эмпирических. Вот именно таких. Видите, это совсем другой разговор ведется, чем платоновский нынный разговор с Эйдесом. А здесь вот именно, что тебе пришел, сам цветок и явился. Только благодаря, что у тебя есть форма пространства и форма времени. Он явился тебе, потому что он в пространстве, а стал мыслимым, потому что он дал тебе форму времени. Вот так я понимаю трансцендентальную философию. И получается, что с проблемой единичного предмета, вместе с ним связанного единичного понятия, трансцендентальная философия, благодаря пониманию времени вот таким образом, она замечательным образом справляется. Интуиция так ведется. Ну, интуиции нет вообще. Ты такой разговор завел, на самом деле тут требуется различить. Тут есть две формы, понимаешь, есть одна форма, которая является формой самого предмета. Это форма из меди, как ты говоришь. А другая форма является форма в смысле активности и познающего. Почему ты считаешь, что форма самого предмета и форма как активность это одна и та же форма? Ну, я считаю, что это одна и та же форма. Конечно, форма предметности, да? Каким образом? У тебя есть сознание, каким образом сознание принимает форму, которая находится вне сознания. Так она не вне сознания. У тебя меди никогда не находятся вне сознания. У тебя единственный способ, чтобы выявить меди и сознанию, это явиться формой шар. Ну, можно как бы, для того, чтобы сначала на это различие навести, можно сказать так вот. Допустим, у нас есть медный шар, да? Вот форма, конкретная форма этого медного шара, она какая-то специфическая, да? Она имеет там какие-то бугорки, там какие-то неровности, поцарапины и прочее. То есть есть некая конкретная, да? Естественно, не идеальная, да? Ни какая-то не геометрическая, какая-то просто вот конкретная форма. Данная в существовом созерцании. Данная в существовом созерцании, форма меди. И есть вторая форма, да? Которая является просто, она не является даже шаром. Она представляет собой активность познающего. И в созерцании, как говорит Кант, это активность познающего представляет собой пространство и время. То есть пространственность и временность того, что воспринимается в созерцании, обеспечивает нашу активность, познающую. А какая еще форма, кроме этой активности, может быть? Нет, просто одождествлять форму самого шара, какая она есть, вот она какая-то конкретная, многообразная, многообразная, форма, как пространство и время нельзя. Именно так и надо. Именно так и надо. Если в возможности быть пространственно оформленной, То есть иметь форму пространства только тем, чтобы придавать медь ей форму шара. Другому нельзя. Форму куба, чего-либо еще. По-другому она тебе не дана никогда. Только так. Только так. Я понимаю, что и у самого Канка и может найти в текстах, да, то, что он эти две формы тоже... Очень важно понимать, что никакая медь не существует вне формы шара. Никакой. То есть вот так. На самом деле в рамках маленьких семинаров вот эту тему задумать фундаментальную различие двух форм очень сложно. Потому что требуется усмотрение специфическое. На самом деле, ну я как-то даже доклад такой делал. Форма, которой дан сам шар, да, то есть это чувственная воспринимаемая форма. И форма, как наша активность, это совершенно различные формы и по определению, и по способу введения, и по смыслу. Ну я так не думаю. Ну вот ты так не думаешь, я согласен. И Кант точно так же не думает, и у него точно так же можно усмотреть, что он эти формы этой не различен. Да, а чем это направлено? Объединение этих форм. Почему они нужны? У тебя объединены. Не объединены, они не различены. Если у тебя есть форма, то есть форма сознания. Как он их различает? Что значит форма сознания? Форма сознания это теоретические разговоры типа Платона. Еще раз давайте как бы просто начать. Я потому и говорю, что разговор тяжелый и сложный. Это чтобы их различить, нужно особое, тонкое рассуждение. То есть, Бог, здесь же прикол состоит в том, что мы не ведем диетического разговора. То есть у нас в этот мир не приходит Эльдис как нечто чужое к нему и родное сознание с другой стороны. Просто это показать можно только если формула начать. Так вот просто на пальцах будет достаточно сложно показать. Просто на самом деле форма как активность, она соотносится только с вещами в себе. То есть это форма... Почему? Потому что именно форма как активность обеспечивает нам... Она воздействует на вещи в себе и дает нам то созвисание, которое мы усматриваем в самом опыте созвисания. То есть форма как активность соотносится с вещами в себе. а форма, которая дана в опыте, как чувствуем и воспринимаем форму, она соответствует с материей. Вещи сами по себе не являются материей. Материей является нечто рядоположное самой форме. Мы как бы в восприятии одновременно видим и форму, и материю. Одновременно восприятие видим. Никакой медиа, как вещи в себе, не существует. Дело не в этом. Дело просто в том, что по смыслу своему форма как активности относится именно с вещами в себе. Вещи в себе и понимаются как существование мира или существование объекта вне познавательных способностей. Вне этой активности. Определение, что такое вещи в себе? У Канта же нету вещей в себе, мы же знаем. Ну как нету вещей в себе? У Канта везде используются понятия вещь в себе. Вещь в себе это буквально понимание, это вещь сама по себе. Тут ничего такого мистического как-то нет. Что значит вещь сама по себе? Это значит вне деятельности, вне этой активности. Вот есть мир как бы вне нашей активности, а есть мир как бы после того, как мы свою активность познавательную как бы сфлюцировали на мир, да, и воспринимаем его только так, как он не имеет. Понятно. Но это то же самое, что мы мыслить медь в до шар. Нет. Медь мысли в до шар. Правильно. Это для тебя так. А потому что я и говорю, что две формы различаются. Мыслим мы это. Медь мыслить до формы невозможна. Я полагаю за картами. Но у него есть чувственная форма, а есть форма как по смыслителям, что медь тоже невозможна. Я говорю, что мы ходим по кругу. А почему можно-то? Еще раз говорю, мы ходим по кругу. Когда ты, исходя из какой-то физической теории, предсказываешь что-то новое, да и как, при чем здесь форма? Ты даже не представляешь, что такое форма. Просто некое предсказание. Существование спида. Ну и что? При чем здесь форма? Вообще никакой связи. Ну это совсем глупое. Связи с реальностью вообще никакой нет. Есть некое это дело. Маленькое замечание сделаю. На самом деле, я вообще считаю, что вот, ну вот, по сути, да, самая сложная в философии вот усмотреть, усматривать некие различия. Вот смотреть на дело простыми глазами. Вот есть у нас форма и материя. Аристотель один раз ввел эти понятия. Да и усматривать во всем форму и материю, как бы не понимая, что на самом деле есть различные понимания от того, что такое форма. Это просто наивный подход в этой философии. Не наивный подход состоит в том, чтобы усмотреть это различие. Усмотреть это различие непросто. Для этого требуется понять определение формы, как форму в смысле субъективной активности, в смысле субъективной конструктивности, конструктивности, познающую его в созерцании. И форму, которая дана в самом созерцании, как созерцаемая форма. Та самая шаровидность Меги, чувственная шаровидность Меги. Усмотреть их различия, на самом деле, это не требующее определенного рода усилия. На это просто надо как бы развернуть все определения и увидеть это. Я как бы просто вижу, что многим просто это вообще никак не доступно. Сейчас и стигер тебе. На самом деле это удивительно просто. Я уже с многими людьми говорил, но просто недоступно это усмотрение. В каком-то отношении, на самом деле, то, что называется интеллектуальная интуиция, она тоже так, точно такова же. Ее нужно увидеть, усмотреть. На самом деле... Ну, недоступно, а потом просто причинить, что ее нет. Интеллектуальная интуиция? Нет, у интеллектуальной интуиции есть, конечно, игровое различение. Нет, а мне непонятно, на каком основании ты пытаешься объединить форму чувственную с формой интеллектуальной. На основании и наличие энергии. Ну, это не очевидно. Да, если ты думаешь, что угодно... У тебя медный шар одновременно дан не только как собственный шар, но как, например, само себя. Вот если мы такую интуицию выхватываем, что шар является одновременно и собственным шаром. Нет, это чувственное восприятие. Ты можешь мозг подключить. Ну, и тебе есть чувственное восприятие. И все, и вот оно есть. Дальше ты включаешь чувственное восприятие и включаешь признание. Таким образом ты связываешь здесь нужна абсолютно. Интуиция есть, что у тебя горшок передо мной является примером горшка. Как будто горшок? У тебя горшка еще нет. Горшок – это уже действие твоего сознания. Ну, как у меня только как форма. А ты выключи сознание. Как форма. Ты видишь нечто. Как ты умный, квадратный. У тебя... Ты видишь нечто. Сознание формирует у тебя нечто. Нет горшок в форме продолговатого цилиндра, да? Нет, это уже продолговатого цилиндра, это уже форма сознания. Как он только мне дан в форме цилиндра, то сразу же я имею перед собой горшок. Горшок, форма горшка является цилиндром. Нет, ты можешь иметь перед собой цилиндр, но этот цилиндр может быть горшком, может быть ракетой, может быть чем угодно. Ну, тем не менее, вот именно этот цилиндр... То есть, в том-то и дело, что... Одному он покажется горшком, а другому чем другим. Именно у тебя вот этот самый горшок данный становится горшком только благодаря форме цилиндра. Не оридосу горшка, а имени формы цилиндра. То есть, пространство его протяженности. И тогда он становится горшком, белым, со свойствами. Но перед этим перед этим форма предметности. Он дает мне предмет, то есть, он явлен передо мной формой цилиндра. Форма цилиндра делает горшок горшком. Форма цилиндра делает горшком. У тебя получается, что, грубо говоря, включив чувство, ты сначала у себя в сознании создаешь реальность. А потом ты включаешь чувство, и вот тебе, пожалуйста, появляются вещи. Нет, у меня не так. У меня потому что нет мира чистых цилиндров, у меня нет. Как это нет? Откуда он у тебя берет, ставит цилиндр? Таким образом. У тебя же, из-за меня, не глаза тебе говорят, что это цилиндр. Да, вот именно. Вот именно, в непосредственности. У тебя глаза говорят, но ощущение тебе говорит другое, запах, третий. Не это цилиндром не является, ни в коем случае. Не идея цилиндра, а просто пространственность или предметность предметно, как таковая. У тебя горшок воспринимается как предметность предмета, и благодаря форме этой самой предметности он становится горшком. И плюс еще, благодаря форме времени, оказывается, что здесь не только горшок, но он одновременно является примером того, что могло здесь явиться в качестве горшка. И в этом смысле мы говорим о интеллектуальной интуиции и в канторском смысле. Еще раз говорю, согласно Канту, интеллектуальная интуиция невозможна. Он везде, это у него раздельные стезисы, главное. Ну хорошо, пофиг. Ну давай, не зря мы слова как-то другие. Для нас же интересует... Понимаете, на самом деле, удачи, удачи, что имеется в виду, вот и интеллектуальная интуиция у Канта. Ну вот представьте, что у Канта, у всех одно и то же. Хорошо, определяйте право. И мое усмотрение смысла. Не таким образом, что смысл существует в твоей душе, ты его проектируешь в мир, а потом его усматриваешь. Не движение, не рефлективное здесь движение, а ты сразу увидишь смысл и все. Ты ничего не проектируешь, ты имеешь смысл на той стороне. Ты его просто взял и увидел. Я так и говорю, да. Нет, ты не так говоришь. А я почему не так говорю? Я именно так и говорю, мне казалось. Ты говоришь, что форма пространства делает... Мед-медью, да. Да, но это означает, что изначально форма сначала оформляет что-то, а потом ты это воспринимаешь. Да, но ты воспринимаешь уже не в качестве шара, прошу прощения, а воспринимаешь в качестве медии. Горшок в качестве горшка, а не формится гидро. Это большая разница. Поэтому ты имеешь вот это интеллектуальное, литерическое усматриваемое понятие. Потому что ты горшок в этот самый момент, благодаря форме времени, отличаешь от своего примера. Ты, конечно, в пространстве, в созерцании ты созерцаешься с самого пространства. Да. То есть созерцание способностей, как говорит Фихта, созерцает саму себя. Да. У Фихты же так ими. Да, созерцается, да. Но это... Само созерцание способностей. Фихта является учеником Канта, он развивает Канта. То есть у Канта получается так, что сначала наша способность пространственная, форма чувства, именно пространство, оно как бы проектируется на нечто, что представляет собой мир, оформляет его, а потом оно само же это оформление созерцает. То есть здесь как бы созерцание, созерцание оформленного. Но это все равно, что созерцание, созерцание, как бы и рефлексия созерцания. Потому что это не рефлексия, она именно горшок. Именно горшок, именно медь созерцание. По-твоему, получается, что это вообще просто сплошная интуиция. Само созерцание, вот так, правильно. С одной стороны так. Вообще ничего другого нет, кроме интуиции. Да, ну нет, еще кое-что есть. Ну нет ничего. Но твое возмущение, оно правильно, в общем, да, на нужную точку. Так, примерно оно так, если говорить, такого никогда не бывало и вот опять. Да, вот именно так. Такого никогда не бывало и вот опять. Получается, у тебя сложная интуиция, то есть другого восприятия просто в принципе. Да, то есть у тебя у тебя все значимо получается, а потом самим собой. Вот горшки сами по себе значимы, аквариумы сами по себе значимы, без всякого Эйдоса. То есть ты приходишь в лес и ты видишь дерево, не имея до этого доступа к Эйдосу леса. То есть не платоновский мир, ты не в пещере сидишь закованный. А зашел в лес, действительно, на лес увидишь. Зашел на голову и голову видишь, хоть ты голову никогда не видел от этого. И работать с ним можешь, потому что потом ты сможешь... Это называется интеллектуальная интуиция, то, что ты говоришь. Да. Но почему-то ты приписываешь Канту, я не понимаю. Ну блин. Если он сам говорит, что он не мой дом. То есть ты приходишь, действительно, не знаешь гору, видишь гору, не знаешь дерево, видишь... Да, я объясняю Канту. Это есть прямое усмотрение. Вот, ну вот я хорошо. Приписываю или не приписываю Канту. Я считаю, что Кант, как парень умной природы, думал примерно так же, как я. И хуже он меня. Ну, по крайней мере, этот подход, он ухватывается. Именно благодаря форме пространства и время. А где форма пространства и время, там и как. А каким образом ты видишь смысл прямой, не зная? Тем, что во времени не отличается. То есть, либо ты сам создаешь его? Нет. Смысл? Смысл в мире существует. А как потом существует то, что доступно ощущениям? Вот как существует в мире? Медь у тебя подсознение. Насколько медь есть, так у тебя и есть медь. Ну, то, что мы предполагаем. То есть, ты сначала чувственное восприятие воспринимаешь нечто. Это чувственное восприятие обрабатывается сознанием. Подожди, подожди к сознанию. Не надо бежать до этой темы. Смотри, вот точно так же, как способность чувствуя. Допустим, способность зрения видеть в мире образы. И как можно... Что такое образы? Как они существуют? С одной стороны, образы являются состояниями твоего чувства. А с другой стороны, образы являются чем-то внешним. К чему ты имеешь просто доступ. То есть, так же и мышление. Понимаешь, с одной стороны, как ты усматриваешь прямой смысл, с одной стороны, это является тот самый смысл, который есть в твоей душе, который ты можешь и отдельно мыслить. А с другой стороны, он непосредственно существует точно так же, как существует образ. В самом мире. Хорошо. Без чувственного восприятия ты можешь видеть гору? Здесь прямая аналогия. Прямая аналогия. Горубь можешь видеть? Чувство тебе дает определенного рода линии, цвета. А гора как цельность. Ты можешь увидеть как только как смысл. Ведь что дает смысл? Ведь смысл позволяет нам видеть вещи. Так ты видишь, на самом деле, какие-то рассеянные пятна. А когда ты объединяешь многообразные свойства в нечто, что... В некий гелиопит... Опять ты про эдетический подход говоришь. Нет, я не про эдетический. Потому что подход не эдетический принципиально. У тебя вот гора в форме конуса. Форма конуса делает гору горой. Или более сложная форма. Это ты видишь. А если ты не будешь видеть ее, то гору у тебя не будет существовать. Не будет, да. Если я никогда не видел гору, то у меня горы не будет существовать. До этого ты в другую позицию держался. А теперь получается у тебя, что если ты горы не видел, то горы не видишь. Это что означает? Это означает, что все формы, они имеют внутреннюю содержание. Ты всякий раз пришел туда, перед тобой гора. Благодаря форме горы, то есть не смысле эдеса горы, а смысле пространственности ее. Ты видишь гору как голод. То есть так же, как медь, ты видишь в форме шара. Благодаря форме шара. Так если ты гору не видишь, то ты и не знаешь, что это гора. Но если ты ее никогда до этого не видел, ты ее никогда не увидишь и не знаешь о ней ничего. Потеворяйте, что по одежде. Чем я потеворяю что? Ну смотри, я-то утверждаю, что ты прямому смотришь смысл. Ты видишь конус горы. Может быть ты не знаешь слово гора. Но ты гору видишь все равно. Даже не зная слово гора. То есть ты видишь нищие, как бы единое данное. Вот восприяешь. И вот ты усматриваешь, что ли мой смысл. А он говорит, если я вообще ничего не вижу, глаза закстрел, то я ничего не усматриваю. Я тоже говорю, что ничего не усматриваю. Правильно, ничего не усматриваешь. Но ты говоришь, что если ты горы никогда не видел, то ты горы не увидишь. Утридя, он горит. Если я горы никогда не увидел, когда появится гора, то я гору увижу. То же мне Бог говорит, что если ты гору никогда не видишь, сейчас не видишь ее, то ты что, они ничего не знаешь? Я говорю, да. Если я никогда ее не видел, то я ничего не знаю. Нет, ну это же другой вопрос. Действительно. Вот, вот об этом же спрашиваю. Но всегда у тебя форма пространства. Если ты пришел, у тебя не с горы в голове стоит, которую ты так на всю прикладываешь, а твои родные пространства, то есть предметы из предмета. Ты предметы из предмет на бал, перед тобой гора, бах. И ты ее узнаешь как смысл, потому что она у тебя еще выступает в качестве своего примера. Ну, в некотором смысле ты... Во времени, в данном случае ты, в данном смысле, ты, получается, являешься Богом. Потому что у тебя все появляется в тот момент, когда оно появилось. Хуже. Ну почему? Да, вот пока оно не появилось, его нет. Оно появляется только тогда, когда ты ее это видишь. Ну, мы с сердцами. Фактически. И причем это уже знаешь. Нет, не знаю, не знаю. Как ты знаешь? Ну, гору ты знаешь в тот момент, когда ты его видел. Да. То есть я ничего не видел, у меня кубик там, первый раз в детстве открыл, а у меня тут пряменькую пронесли. У меня ой-ой-ой. Вот ты ее уже знаешь. Вот ты уже увидел смысл ее. Я ее сейчас взял в рот, пососал. И сразу же узнал. Все, у меня есть пряменькая. Как это? Это самое важное. Ты только вот то, на что ты обратил внимание, на что твое сознание обратило внимание, оно уже тебе известно. Да, смысл. Зачем тебе сосать ее? Если ты ее, в сознании, на нее обратил внимание, ты уже знаешь все. Смысл ее знаешь. Смысл ее знаешь. Смысл, чтобы она тебе вообще... В глазки пропало от нее свет, что она зелененькая пирамидка. Ручками ее потрогать и... Нет, получается, ты там... Получается, прежде чем ты узришь смысл этой пирамидки, тебе надо пройти через чувственное созерцание. Смотри, да, оно есть чувственное созерцание. У тебя смысла нет. Ну, а это предметы делается. Это есть чувственное созерцание, оно и есть. Потому что, что у нас такое пространство? Это предметность предмета. А помимо того, что она предмет предмета, она обладает свойствами. Ну, зелененькие там, еще какой-то там. Да получается, пока ты до бесконечности не узнаешь все свойства этого предмета, ты смысла не узнаешь. Бесконечности мне не надо. Ну, как это не надо? Ну, вот так. Ну, а как бы? Осталось тебе противоречить, ты видишь, пока я не узнаю... А потом я начну его очновую разворачивать. Если ничего у тебя в глазах нет, никакие у тебя лучи и света откуда-то... Ну, а почему? Здесь пальчики, ручки... Значит, пальчиками будем трогать. Вот я и говорю. Ну, так-то я и говорю, что тут же это бесконечности. Тут мне достаточно так ее посмотреть, только со зрением. А можно пальчиками потрогать. Пойти в горшок и потрогать. Да, и у тебя будет горшок? Да. Если ты закроешь глаза? Да, мы уже вокруг да около ходим. Я говорю, сказано же, что есть возможность прямого усмотрения. Это называется не интеллектуальным созерцанием, не интеллектуальной интуиции. Ну, хорошо. Вот интеллектуальный, благодаря времени, говорю я... То есть, потому что этот горшок являет себя не только в качестве собственного горшка, но и в качестве своего примера. Еще раз, ну, как-то время это некое врожденное чувство. Да, форма внутреннего чувства, да. Чем она отличается от пространства? Пространство – это форма внешнего чувства, то есть форма предмета... То есть, только внутреннего. То есть, это работа сознания самим с собой, а не с внешним предметом. А форма внутреннего чувства, то есть, этот самый горшок, она дает для самого сознания. То есть, она различает его горшок от того, что могло явиться в качестве примера. В чем-нибудь пример? У тебя время – это форма внутреннего созерцания. Да, форма внутреннего созерцания. Но, если у тебя перед тобой есть горшок, то он отличает горшок, как интеллектуальный... Вот почему она внутреннего созерцания? То есть, отрекшись от всех чувств, время у тебя есть. Да, и пространство, кстати, тоже, наверное. Так, наверное, и есть. Ну, думаю, что есть. То есть, получается, что время у тебя независимо от внешнего мира? Да, ну, конечно. Ну, что такое время? Если пространство у горшка зеленый, круглый какой-то – это его свойство, у него еще есть, собственно, предметность, то, что он предмет, он находится... Тогда у него не может быть никакого свойства. У тебя время – это то, что... Это его пространство. А внутренность – это то, что ты отличаешь в этом пространстве в качестве интеллектуально созерцаемого, то есть, горшок данного в себе. Но данным в твоем акте восприятия – это тем, что горшок представляет в себе... А, первый – это сам горшок, во-вторых, то, что могло явиться в качестве... И что является примером горшка. У тебя один горшок. То есть, время – это способ мыслить. То есть, ты хочешь сказать, что у тебя время... Подожди, Павел, подожди. Ну, ты по кругу ходишь и просто говоришь, что ты одновременно видишь и всеобщесть, и единичность. Понимаешь? Мне хотелось бы знать, что у тебя есть какой-нибудь конкретный горшок, и время у тебя проявляется в том, что ты видишь ряд этих горшков. Ну, да, например... И время позволяет, как бы, на самом деле, видеть не всеобщесть горшка, как в эдетической позиции, а видеть его единичность. Вот что он наметил. Что он когда говорит про пример, он говорит, что пример отличается... Вот у тебя есть всеобщая форма, да? Когда позиция Платона состоит в том, что ты всеобщую форму проектируешь на мир, и видишь мир как всеобщим образом. А он говорит, что есть всеобщая форма, то же самое. Но! Благодаря времени ты отличаешь эту всеобщую форму от формы единичной. И ты одновременно видишь в форме и форму как всеобщая, и форму как единичная. В одной и той же форме ты усматриваешь. И саму форму как всеобщество, и единичность ее, то есть конкретный пример этой формы. В смысле, единичность ее реализации. Ну, да. А почему это время, а не пространство? Ну, потому что пространство на другое. Ну, это Игорь интерпретирует так кампо. Я, честно говоря, не сам не очень это понимаю. Но вот смысл интерпретации таков, что именно время является той формой, которая позволяет отличать форму как всеобщества от формы как единичность. Но в одном и том же акте социально. Одновременно. Ты усматриваешь как бы и всеобщество формы, и одновременно усматриваешь ее и единичность. И благодаря этому и возможности пунктуальной интуиции. Потому что ту форму, которую ты усматриваешь как единичную, она на самом деле одновременно и всеобщая. Одна и та же форма. И единичная, и всеобщая. Вот такая диалетика. Ну, я-то как раз хотел немножко... Я так и исколковал Канту по-другому, конечно. Да, и отсюда и появлялось некое недоумение по поводу того, как, с одной стороны, Канн допускает возможность эмпирического понятия, а значит, как мне представляется, и возможность интеллектуального созерцания, интеллектуальной интуиции. А с другой стороны, он явно, просто, буквально отрицает ее возможность. А потому что он считает, что рассудок не может созерцать, а рассудок является только мыслящим рассудком, да, и понятия всегда пусты. Вот, ведь на самом деле, когда понятия взяты из опыта, они не могут быть пустыми, да. Понятия, которые абстрагированы из опыта, они имеют содержание. Только понятия, возникшие как внутренние понятия, потому что это как чистые формы, могут быть пустыми. Понятия, возникшие благодаря вот интеллектуальной интуиции, они не могут быть пустыми, потому что они изначально взяты из чего-то, что имеет смысл, да, из чего-то, что обладает содержательностью. Вот здесь вот такая тоже интересная закономерность. На самом деле я хотел дальше тут рассказать некого рода переход, но мы уже, по-моему, вышли за рамки видео. За рамки видео. Это уже и так уже будет. Или будем дальше видеть? Да ладно, ну все, хватит. Понятно, да, позиция? Нет, твоя позиция понятна, да. Различается таким образом. Я просто наглый Аристот ее приписывал. Какую же позицию? Я вот. Пытаешься как писать что-то? Что насчет приписания? Нет. Чтобы он был трансцендентальным философом. Главное, чтобы понятно, что одновременно происходит. На самом деле, если позицию твою, которую я сейчас изложил, что ты одновременно видишь, и все почти единичность описывает, то на самом деле, мне кажется, она наоборот как раз и есть аристотелевская, а не единичная. То есть она наоборот. Я согласен с тем, что она аристотелевская, буквально в смысле аристотелевская. У него так и получается. Сущность, с одной стороны, нечто единичное, а с другой стороны, сущность, как ангегория. Как то, что подходит по категории. Фомашара взято делает миг-мидию. Это же взято у аристотеля, по сути. Да. То есть это чистая аристотельская позиция. Да. Я бы даже здесь никаких какого-то говорила. Но приписывать его Канту, мне кажется, это на самом деле не освободить. Нет, именно Канту надо приписывать. Он как бы больше, чем он историк сказал. То есть он в явной форме говорит о пространстве и времени, как форму самого сознания. Тут еще, знаешь, что надо припомнить, когда мы вспоминаем Канта, что у Канта ведь в критике способности суждения возникает опять этот момент интеллектуальной интуиции, связанный с тем, что способность суждения усматривает в мире целесообразность. То есть целесообразность связанную, ну, например, в искусстве. То есть там еще как-то можно понять, каким образом возникает в произведениях искусства целесообразность. Каким образом возникает целесообразность у животных в органическом мире. То есть там явно уже не идет речь о нашей активности. То есть животное целесообразно, независимо от нашей активности. То есть опять же возникает вот этот момент того, что есть прямое усмотрение смысла. Собственно, когда ты говоришь про Аристотеля, что у Аристотеля есть прямое усмотрение смысла, Он, прежде всего, и усматривал его в телах. Прежде всего, в органических телах. То есть, когда мы говорим про душу, например. Когда мы говорим про душу, я не читал о ней. Да, то есть, прямое усмотрение смысла. Мы видим животное, оно наделено душой. Оно действует, некоторым образом, целенаправленно. И вот это действие целенаправленно говорит о том, что само животное представляется, как говорит Гегель, живое понятие. То есть, это понятие, воплощенное понятие. Род есть некое воплощенное понятие. То есть каждое животное есть представитель некого рода, и как представитель рода является воплощенным понятием. То есть живым понятием. И когда мы смотрим на животное, то тем же самым способом происходит прямое усмотрение смысла. Ну да, конечно. Мы видим кошку и видим всех кошек. Да, прямое усмотрение смысла. Ставим полубуддийский пример, что царь обратился к человеку. Мудрецу. Показать ему самое совершенное. Самое совершенное лошадь. Он первую попавшую себя поймал и говорит, вот она. Ну да, да. Тут еще просто твою интерпретацию, опять же, если ее проектировать уже на критику способности осуждения, то есть на другое произведение Канту, тогда я думаю, что оно тоже соответствует Канту. Потому что как раз с точки зрения этого произведения, с точки зрения критики способности осуждения, можно так сказать, да, что форма одновременно и всеобщая, и единичная. Единичная, но там у него вводится стильная специально особенная. То есть форма является особенной, да, когда мы усматриваем ее непосредственно в органической жизни или в произведениях искусства. То есть она одновременно является и всеобщей, и особенной. Особенной в смысле того, что она воплощена, вот, например, в животное, да, в животное, как живое понятие. В принципе, получается, мы другого не можем. Если на что бы мы ни вовсе не посмотрели, мы все видим и единичное, и всеобщее. Нет просто другого варианта. Мы не можем видеть единичное и не видеть в этом всеобщего. Нет, но Канжевис считает, что именно критерий всеобщести и необходимости он выделяет наши априорные формы из опыта. То есть он говорит, каким образом мы можем в опыте обнаружить нашу активность, да, познавательную. Тем способом, что нам нужен какой-то критерий, по которому мы бы, как бы, нашу активность отличали бы от всего остального. Этот критерий всеобщести и необходимости. Если мы что-то усматриваем в опыте, как нечто всеобщее и необходимое, да, то тем самым оно является априорным, да. Вот у него такой критерий есть. Получается, что, как вот, пространство и время мы усматриваем, как нечто всеобщее и необходимое, да. Всеобщее, понятно, а необходимость. Тем самым оно оказывается априорным. Необходимость откуда берется? Необходимость, она просто связана с суждением, да. Просто всеобщество, она связана с понятиями, а необходимость связана с суждением. Когда мы, речь заходит о суждении, вот когда мы говорим, например, о причинной связи, мы говорим, что всякое действие имеет свою причину. То вот для того, чтобы, если мы просто бы, допустим, брали, если бы мы считали, что это эмпирическое высказание, мы тогда не смогли бы доказать на самом деле, что это утверждение является необходимым. То есть всякий раз, как говорит Юм, мы бы просто имели некоторого рода пример этой связи, и в лучшем случае можно было бы говорить о привычке. Когда одно следует за другим, о некой смежности, о некотором исследовании. То есть из этого утверждения не следует его всеобщему. Да, ну необходимость, как ты говоришь про необходимость. Не следует необходимость. Необходимость причины связи не следует. А чтобы она была, возможность необходимы причины связи, а надо, чтобы, как вот Канты как раз и делают этот свой Капернянский переворот, для того, чтобы он говорит, что изначально, на самом деле, понятие является человек априорным, и эта связь необходима изначально априорным. То есть она изначально в силу своей априорности является необходимым. То есть то, что мы утверждаем, оно автоматически необходимое. Причинная связь, на самом деле, изначально является как вот неким конструктом, который изначально имеет свое происхождение в душе, понимаешь, и который накладывается на опыт. То есть это то, что врожденный. Некая врожденная служба. Он не говорит о врожденном, потому что, да, это не столько путать позицию Канты, с позиции Ди-Карты, не о врожденного, ищет, там совсем... Там у Канты как раз понятие априоризма, он как бы не сводится к врожденности. Там тонкое различие между априоризмом и врожденностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...